Это очень сильное заблуждение относительно аюрведического подхода к жизни. И то, о чем сейчас я скажу, это не только заблуждение, это саморазрушение организма. Я столкнулась с таким, что некоторые люди считают, что аюрведический образ жизни это когда дома аюрведическое мыло, аюрведическая зубная паста, когда человек принимает какие-то дорогие аюрведические препараты. Но при этом полностью игнорируются биоритмы природы. Но правда в том, что не важно, чем мыть голову, чем зубы чистить, да хоть хозяйственным мылом. Самые важные золотые правила аюрведы, которые позволяют человеку наладить свой гомеостаз, а это саморегуляцию и самовосстановление организма, это режим дня, а в режиме дня, пункт первый, во сколько человек пробуждается. То есть, если человек встает в период с 8 до 11, это происходит саморазрушение. Особенно это касается женщины, потому что ее все физиологические процессы регулируются гормонами. А гормональный фон, он очень сбивается, если не соблюдаются биоритмы. Так вот, это первое золотое правило, первое золотое правило, это во сколько человек пробуждается. И второе золотое правило, это своевременное освобождение толстого кишечника. То есть, дефекация у женщины, для того, чтобы ей не нужно было принимать химические гормоны, для того, чтобы у нее все процессы деторождения происходили нормально, для того, чтобы месячные проходили нормально, для того, чтобы вот это один из пунктов профилактики климакса, это стул с 5 до 7. Если вот эти два принципа не соблюдаются, не важно, что женщина ест, пусть это будет, хоть, не знаю, кичери каждый день, но если этих двух принципов нет, все остальное уже не работает. И это я ежедневно вижу доказательством, доказывает пульсовая диагностика. Даже если у человека доминирует в его пракрите, например, капха-доша, а капха-доша это та, которая дает иммунитет, силу, выносливость, у женщин это плодовитость, это очень высокий уровень энергии, даже она страдает от того, если человек вот эти два правила не соблюдает. Самое главное правило Аюрведы. И здесь и я, как специалист, как эксперт, со своим опытом работы, со своим образованием, со своей экспертностью, я не могу же тоже человеку помочь. Это один момент. И заблуждение считать, что при такой ситуации есть какой-то, вот как альтернатива, многие люди думают так, как альтернатива. Буду принимать какой-то Аюрведический, самый супер-пупер-бат для омоложения, для продления жизни, для энергии. Не будет этот бат работать. Если нету освобождения кишечника 3, 5, а у кого-то до 7 дней запоры, не работает ни нутрициология, не работают БАДы, не работает ничего, никакой полезный продукт, не будет он приносить пользу, если у человека вот такие продолжительные запоры. И я вижу иногда, что человек уходит от меня с разочарованием. Да? Потому что я говорю такие простые вещи. Начните вовремя вставать и начните вовремя какать. И всё, и будет вам счастье, потому что наладится гомеостаз. Гомео – это не только всё, что связано с кровью. Гомеостаз – это саморегуляция, самовосстановление организма. И ещё один момент. Многие ходят на йогу и думают, что они балансируют вот это нарушение режима дня. То есть, вот типа я хожу, занимаюсь практикой йоги. Значит, моё здоровье, это восстанавливает моё здоровье и допускается запоры, и допускается позднее пробуждение. Но у меня тогда, как эксперта в йога-терапии, у меня тогда вопрос. Йога, она включает в себя концептуальных семь шагов. Первый из них – это яма и не яма. Это очистка организма. То есть, прежде чем должна быть любая практика йоги, у человека должна быть дефекация. Ну, невозможно заниматься йогой, и никакая йога не будет оздоравливать организм, если человек приходит на занятия, а у него перед этим два или три дня был запор. И у меня тогда вопрос. А что это за практика йоги, если она не помогает человеку наладить стул? Это один момент. Подумайте об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!